Новое жилье – это хорошо, но нельзя забывать и про старые проблемы. Одна из самых острых – обманутые дольщики. Иногда купить квартиру не значит заселиться в нее, потому что застройщик просто не выполняет свои обязательства. Есть такие и у нас в Бурятии. Однако с 2017 года власти активно занялись решением этой проблемы. В России появился фонд поддержки участников долевого строительства. Сегодня в Улан-Удэ открыли сразу два бывших проблемных объекта – жилой комплекс «Ангара-2» и дом в 140-м А-квартале. Как это удалось сделать, расскажет Юлия Туманова. Дольщики ждали этого момента более пяти лет. Дом должны были сдать еще в 2016 году. Однако более 200 человек остались обманутыми, без обещанных квартир и денег. Два года назад застройщика наконец признали банкротом. Финансирование строительства взяло на себя государство. Это была пустая коробка. Здесь ничего не было. Вот в таком виде мы приняли объект. Сейчас же здесь не только достроенный дом, но и оборудованная детская площадка. Более 200 дольщиков наконец-то получают свои подгожданные квартиры. А у нас в городе Улан-Удэ в Адрес-Статинке появляется новый живой дом. Ждали мы шесть лет. Покупили квартиру в 2016 году. Конечно, меня переполняют в такие минуты счастья, гордость, безграничная легкость, облегчение этих проблем. Честно говоря, такие сложные чувства. Сложно поверить в реальность происходящего. Это первая наша квартира. Думаем о ремонте, конечно. Второй объект открыли в 140-м А-квартале. Кто получает новую квартиру, они, наверное, все понимают, как это – жить в своей собственной квартире. В первую очередь надо документы все до конца оформить, вступить в собственность, ну и начинать ремонт. Это такие хлопоты, такие, как сказать-то, такие, знаете, радостные, что вот будет у тебя новая квартира. До конца года вообще у нас 95% всех дольщиков, которые стояли в реестре, так или иначе свою проблему решат. На следующий год у нас есть переходящий объект один, и вот этих 5% дольщиков уже вопросы решатся в следующем году.